Привет, друзья, я Григорий Герман. О парадоксах загадочной русской души. Мы хотим, нам надоел Путин, мы устали от Путина, Путин явно не лучший правитель России, но мы ничего не хотим делать для того, чтобы Путин исчез, для того, чтобы Путин умер. Вот если он исчезнет сам по себе как-то, где-то окажется в холодильнике, то хорошо. А если нет, то мы будем продолжать терпеть его и даже в самые критичные моменты записывать к нему обращение Путин, помоги. А санкции против простых россиян, люди, которые собирают ракеты, это простые россияне? Против них необходимы санкции? Почему тогда санкции такие по просьбе свежеосвобожденного Карамурзы Запад должен отменять? В чем смысл, в чем логика? Эти и другие парадоксы загадочной русской души мы обсудили с Александром Краем. Оставайтесь, будет интересно. Саш, я сегодня собрал нас с тобой для того, чтобы поговорить на такую философскую тему, потому что много говорят о русской душе, некоторые называют ее загадочной, те, кто с ней сталкивался, называют ее звездоватой. Но в общем и целом действительно такая удивительная субстанция с огромным количеством парадоксов. Вот эти вот парадоксы, как их видим мы с тобой, я бы хотел с тобой обсудить. И первый из них навеян обменом, который подарил нам еще трех русских кокозиционеров, один из которых потом, правда, слегка его там, судя по всему, знаешь, там воздух свободы ввел его в состояние Гроги, ему по щекам надавали, и он так типа окстился немножечко. Да, я имею в виду Яшина. Два других пока находятся в том же состоянии. И тут вот парадокс следующий, да? Тем более, когда неизвестные войска, как говорят русские пропагандисты, франко-английские, вошли на территорию Курской области, где-то в течение трех дней ни один из оппозиционеров российских вообще никоим образом не прореагировал на это дело. И это стало подтверждением парадокса, о котором я хочу сначала с тобой поговорить. Парадокс следующий. Множество примеров тому, что россияне хотят, чтобы Путин ушел. Да, вот ушел, исчез, встреча Пригожина, да, как они смотрели, кто победит, они встали лицом к лицу и плечом к плечу на его пути. Там всякие теории про Путина в морозильнике, который живет там и так далее. Все это говорит о том, что они реально этого хотят. Но при этом сделать для этого что-нибудь нет. Мы не можем. У нас лапки. В чем причина такого парадокса? Причин несколько. Причина первая в том, что они не могут. Действительно, они попросту не могут. Потому что если оценить российскую оппозицию с точки зрения классической оппозиции, то есть что такое классическая оппозиция? Это кто-то, кто имеет альтернативную программу, хочет вести страну по другому пути развития, и хочет, чтобы страна имела новых лидеров и готова для этого бороться, публично выступать, поднимать людей на протесты и хоть что-то делать. Может ли быть оппозиция человек, который в принципе не отрицает того, что Россия имеет претензии по поводу территории Украины, что Россия должна победить НАТО, что Россия должна быть сильной, но вот просто сильная без Путина. То есть в чем альтернативность так называемой либеральной оппозиции? Если смотреть с точки зрения Украины, украинской территориальной целостности, украинской государственности, это не альтернатива, это просто новые люди со старыми взглядами, со старыми позициями. И поэтому вот возникает первый вопрос, что политические, но они ничем не отличаются, просто имеют маленький такой нарост либерализма. Это раз. Второе. После смерти Навального и после провала всех протестов, которые были за все это время, и в военное время, и до того, стало очевидно, что протестного потенциала в России не так много. А без этого в принципе оппозицию особую не сделаешь. И тогда возникает вопрос, а зачем им рисковать? А если они спокойно могут рассказывать россиянам и белорусам за границей, так называемым экспатам, компатриотам, если они там спокойно могут делать какие-то проекты, они могут получать грантоедские хорошие деньги, они могут продолжать там работать, рассказывать про великую Россию, будущего и так далее. А зачем им рисковать, чтобы их опять посадили, чтобы угрожали их семьям, забирали их имущество или угрожали им физической расправой? То есть реальные какие-то действия предпринимать, как-то реагировать на ситуацию, что-то делать практическое. Ну зачем брать такие риски, если и так что-то капает, если и так западные фонды могут поддержать какую-то их активность? Ну тут, кстати, немножко замечу. Могли поддерживать их активность, потому что даже такие мощные ребята, как Тихановская, как Навальная, жена, они уже перестают получать такую поддержку, они перестают получать такое присутствие. Даже американцы уже теряют определенный интерес. То есть вот возникает вопрос, что российская оппозиция существует, по сути, сама для себя. Она не особо может повлиять на ситуацию, она не особо хочет рисковать, влиять на ситуацию, а потому получается ситуация, что ей хорошо быть в таком состоянии, в котором она есть, работать для своего внутреннего информационного потребления. Хорошо, а народ? Народ же тоже там где-то в глубине души, ну блин, ну реально достал уже дед, сидит, тем более война начинает чувствоваться все больше и больше. Но сделать, опять же таки, они ничего не хотят, кроме как записывать, когда уже совсем капец приходят, записывают эти слезные обращения, Путин, помоги. Кому обращаетесь на самом деле? Вот, это хороший вопрос. Тут ответов несколько. Если брать с точки зрения разделения социумов, разделения обществ по типам управления, россияне всегда были более склонны к централизированному, единоличному управлению. То есть это даже не вопрос исторического развития, это вопрос исторического выбора. То есть так или иначе, но каждая власть в России в первую очередь занималась тем, что уничтожала людей, которым было неинтересно жить в тоталитарной системе. Было неинтересно жить под князем великим московским, потом под царем, потом под императором всероссийским, потом под коммунистической партией, а теперь под Путиным. То есть, условно говоря, натуральная селекция российского общества привела к тому, что там не осталось носителей идей демократического нормального управления страной. Даже если они остались, то они загнаны в угол, они зачмырены буквально-таки, они под постоянной угрозой физической расправы. То есть, они реально не могут как-то повлиять на ситуацию, повлиять на систему. И потому выходит так, что при всем своем нежелании видеть Путина, продолжать войну и так далее, количество людей, которые реально могли бы изменить ситуацию, слишком мало. Примера того, как менять ситуацию, у них нет. Это к вопросу оппозиции. Потому что, скажем, в Америке пример того, как менять ситуацию есть. Там оппозиция очень жесткая. Демократическая, республиканская, какая угодно, они влияют на ситуацию. В Британии это вообще нормализировано с точки зрения закона, что оппозиция имеет теневой кабинет, альтернативное мнение, законопроекты и так далее. Как быть с оппозицией в тоталитарном режиме? Оппозиция в тоталитарном режиме либо уходит в подполье и ждет хорошего момента, либо она с оружием в руках таки добивается своего. Пока что ни того, ни того в России нет. И мне кажется, это как раз вопрос их внутреннего самосознания как части тоталитарного социума. Раз. Это вопрос, по сути, отрицательной селекции, когда все люди, которые имели хоть какой-то потенциал исправить положение, они просто уничтожались поколениями. Это два. И третье – это отсутствие организованности. Это отсутствие кого-то, кто мог бы взять на себя руководящую роль. Потому что сколько бы ни было пассионариев, ну, прямо скажем, на одних пассионариях революцию не построишь. И украинские революции, кстати, много об этом говорят. У нас всегда было много пассионарев, но все получалось, как только появлялось лидерство. Потом это лидерство можно было погнать поганой метлой в любой момент. Потому что пассионарии-то оставались, но они были единонаправленные. Вот у русских этого нет. И потому они сидят, на кухне разговаривают, как все плохо, но потом идут на выборы и снова выбирают Путина. Тогда еще один парадокс, который касается именно русского народа. И, честно говоря, тоже связан с обменом, потому что вот сам факт обмена меня вообще практически не триггернул. Я дитя холодной войны. Я прекрасно помню, как все это было. Поэтому, ну окей, снова вернулись те самые славные времена. Но то, что меня триггернуло очень сильно, так это заявление Карамурзы о том, что свежеосвобожденного, о том, что необходимо снять санкции, которые затрагивают простых россиян. Может быть, меня это триггернуло? Потому что как раз до этого я видел фотографию женщины, такой среднестатистической россиянки, которая ставила какой-то штамп на ФАБ полторы тысячи, фугасную авиабукву полторы тонны, и она на нее там что-то так, типа штампик какой-то ставила, такой, что такое, так и так далее. И у меня возникло сразу же моментально желание взять Карамурзу, и ткнуть его в эту женщину, во всех смыслах этого слова, и спросить, это ведь с нее нужно санкции снимать? Мне кажется, честно, вспоминая холодную войну, выглядит так, что спящий агент Карамурза слишком рано вскрылся. И все-таки это первый вариант. А второй вариант, мне кажется, мы опять возвращаемся просто к недееспособности этой оппозиции, и самое главное, к ее безидеологичности. Они не хотят, точнее как, они хотят Россию без Путина, чтобы самим стать Путиным. То есть они не хотят Россию без Путина и путинизма. Они хотят оставить путинизм как систему, как автократическое правление. А потому для них, как для будущих Путина, ну конечно, снимать санкции это хорошо, это правильно. Снимать санкции это то, что мало того, что поможет их экономике, поможет их собственным карманам, это то, что сразу привернет на их сторону несчастных россиян. Потому что, ну как мы видим, российская пропаганда активно взялась раздувать эту тему, что вот, дескать, это же санкции не против власти, это санкция против всей России. Поэтому вот Карамурза и все остальные, они пытаются сыграть на этом, они пытаются донести тому несчастному простому народу, той же женщине, которая ставит штампики, что не переживайте, мы против Путина, но мы за вас. Мы хотим быть для вас новым, классным, молодым Путиным, а не то, что вот старая сейчас сидит. То есть по большому счету, да, то, что сейчас происходит в российской оппозиции, это они стараются, как говорили, во времена моей молодости и поучаствовать в половом акте и вкусить морепродуктов. То есть и так, и вашим, то есть мы вроде бы как и протестуем, но с другой стороны протестуем так, чтобы не затронуть вот тот электорат на тот случай, если вдруг мы, может быть, когда-нибудь вернемся в Россию. Абсолютно верно. То есть они опять-таки отыгрывают, вот как бы это странно ни звучало, но ты правильно сказал, что это будет довольно философская беседа, вот с точки зрения, знаешь, наблюдательной истории, то есть когда мы сопоставляем историю, это, Саша говорит, это не историческая ну-ка как таковая, потому что я согласен с коллегами, которые говорят, что сравнительная степень в истории это очень опасное место, где можно допустить много ошибок, но если мы так со стороны посмотрим на российскую историю, то как это всегда выглядело? Вот формирование Великого княжества Москва, ну просто Московья, потому что Великое княжество Хайсами так называют, по сути это была борьба элит, это же не было, как писали советские историки, стремление Великорусского народа к объединению и т.д. Нет, просто Москва, имея в кармане митрополита Всероссийского, рассказывала Суздали, Ярославлю, Великому Новгороду, Малому Новгороду, к несчастью Киеву, что они тут, мол, центр, и поэтому все должны слушаться. Чудесная же абсолютно вещь была с пермским князем, когда он вел переговоры с Москвой, чтобы уладить территориальный спор, и посредником выбрали патриарха Московского, ну потому что же божий человек, а тот говорит, ну если ты не примешь руку Москвы, я тебя отлучаю от церкви, запрещаю у тебя службу в городе. Офигенные посредники. Абсолютно. Это было вот княжество Московское, в царские времена, как приходили Романовы в смутное время, как Романовы внутри себя решали, вот убийство табакеркой Павла I, кого-то там канделябром, подушкой и так далее, это всегда были игры элиты, то есть народ всегда в это время был наблюдателем, голодным, несчастным, лишенным каких-то прав, и таким, которые постоянно призывают в армию, но просто наблюдателем. В то же время, если мы посмотрим на ту же Польшу, да, там тоже было много аристократических игрищ, ну, рокоши все эти, сеймы и так дела, но если что, посполыти вставали и давали такого тягла, шляхти, что, извините, неслось оно всю Европу. Про Украину вообще можно молчать, там постоянно, если что-то элита делает не так, народ встает, приходит и очень доходчиво объясняет. А вот что, собственно, происходит? Давайте менять как-то. В России народ всегда был наблюдателем. И поэтому вот... Ну, до 1905-1917 года, правильно? Да, да. Но потом их опять склонили к наблюдательству на протяжении 70 лет советской диктатуры. Поэтому выходит такая ситуация, что и сейчас вот Карамурза и все остальные ребята, они играют на этом чувстве, что не переживайте, вам не придется ничего делать. Вот просто давайте мы вам будем говорить то, что вам нравится, что без Путина будет лучше, мы придем, и у вас ничего не изменится. Может, зарплата чуть вырастет, может, война закончится. Но в целом, давайте вы за нас будете наблюдать. Не будете за нас что-то делать, а вы за нас будете наблюдать. Еще один, знаешь, такой интересный вопрос, точнее наблюдение по поводу российской оппозиции, даже не политической, не институциализированной, да, а по факту. Да, потому что есть же вот этот вот термин иноагенты, титул иноагента, который они раздают, да, там типа медали за заслугу. И есть такая дама, которую зовут Алла Борисовна Пугачева, которая занимает достаточно интересную позицию, она против войны, она против того, что происходит в России, она уехала оттуда, но свое мнение она высказывает даже в критичные моменты такой иносказательно-эзоповой форме, что все типа понимают, но как бы и она иноагентом не является. Вот последнее там типа заседание Министерства юстиции, оно не нашло оснований для того, чтобы Пугачеву назвать иноагента. Они реально ее боятся настолько? Я не думаю, что они боятся. Ну как бы российская диктаторская машина уже в том состоянии, чтобы никого внутри себя не бояться. Ну я не думаю, что они боятся того, что Алла Борисовна исполнит миллион Алых Роз, но таким образом, что народ выйдет и будет сметать власть. Но все-таки один раз такое удалось. В 1831 году, когда в Бельгии после просмотра оперы, я не помню, какая это была опера, но это что-то из тогда свежих итальянцев, в Брюсселе народ вышел из оперы и пошел громить полицейский участок. Им присоединились студенты, которые шли с вечерних занятий и таким образом появилась независимая Бельгия, которая делилась от объединенных провинций. То есть, да, музыка может поднять людей, но я не думаю, что российские диктаторские Халуи настолько боятся силы музыки и силы искусства. Мне кажется, Алла Борисовна, имея свои какие-то внутренние интересы, имея свой какой-то взгляд на ситуацию, она является таким себе двойным информационным агентом, что с одной стороны она действительно говорит про абсолютно оппозиционные к режиму вещи, но при этом она ведь не призывает свергать его, она не призывает там что-то заканчивать, кого-то переназначать, кого-то снимать и так далее. Она, возможно, просто держится вот в этом информационном пространстве как дозволенная оппозиция. Дескать, мы должны показать, что у нас хорошим людям, которые нравятся всей стране, всем поколениям, как думают в Кремле, что они могут говорить, они могут выступать, они могут иметь свое мнение, но мы же за плюрализм, наш, москальский, но все-таки плюрализм. Поэтому, мне кажется, в этом плане, даже если Пугачева из самых благих побуждений делает свое выступление, ее пока что не признают инагентом, потому что выдерживают паузу, потому что понимают, что, возможно, ее можно будет потом как-то использовать. Вообще, это достаточно интересная штука, потому что, смотри, диктаторская информационная политика в любой диктатуре, она предполагает обязательную единогласность, обязательно, не бывает диктатур, в особенности не бывает диктатур фашистского типа, а в России мы имеем именно такую диктатуру, где было бы какое-либо мнение, отличающееся от официального, но при этом Пугачева со своим мнением, отличающимся от официального, в информационном пространстве Российской Федерации присутствует. Ну, мне кажется, все-таки то, что россияне сейчас понемножку начинают закрывать интернет, то, что YouTube замедлился, но до конца еще не остановился, то, что они думают возвращаться к Чебурнету, как бы это смешно не было, но этот проект опять как бы восстал, то, что Google начинает замедляться, WhatsApp перестает работать, это вот признаки того, что они поняли, что даже в современной диктатуре, потому что все-таки надо отдать им должное, у них диктатура с WhatsApp, YouTube и Google, и все равно народ голосует за Путина, это же вообще вау, это, знаешь, раньше был аргумент, что если бы в третьем рейхе был Google, концлагерей бы не допустили, ага, сейчас, допускается и как хочешь, поэтому мне кажется, вот то, что сейчас они начинают прикрывать вот эту лавочку с игрой в альтернативные мнения, это как раз то, о чем ты говоришь, что они пришли к тому состоянию, когда для полноценной диктатуры действительно не может быть дополнительных каких-то взглядов, и то, что оппозиционеры стали умирать, пропадать, то, что какие-то активисты на местах стали замолкать обоих, затыкают буквально-таки, то, что замедляют интернеты, это все указывает на то, что действительно диктатура доходит до той границы, когда даже игра в дозволенную оппозицию будет прекращаться. И потому, возвращаясь даже к Пугачевой, вся эта история с тем, что она все еще не иноагент, и что против нее нет каких-то внутренних санкций, возможно, это довольно-таки временная ситуация. Ну да, в любом случае для нее могут ввести новый титул жена иноагента, да, там, по большому счету для России родственников называют женами член семьи изменника Родины, в этом нет ничего, ничего нового. Сиры, да, тоже торжественно шли по этапу. А еще один парадокс, и еще одна важная для диктатуры вещь, это во многом религия. Религия или ее заменители, да, идеология очень мощная, которая может заменить религию, как в Советском Союзе, или сама из религии. Тут тоже мы наблюдаем парадокс, потому что более чем половина всех россиян с одной стороны называют себя православные, с другой стороны ходят в церковь исключительно для того, чтобы побрызгали водичкой на сладкий хлеб, да, а вместе с этим сладким хлебом еще и на колбасу и желательно на бухлу, да, и потом все это дело употребить. Ну, вот в этом заключается великая религиозная миссия для православных в России, которых, напомню, 57%. В чем причина? Во-первых, религия в этом контексте, ну, начнем с того, что это тоже инструмент. Религия – это далеко не про духовность, религия – это все-таки про институцию. И то, что российская конституция рассказывает про секуализированное государство, разделение религиозной и политической ветки власти, это довольно-таки условное. Ну, то, что началось еще с княжества московского, как мы с тобой говорили, продолжается до сих пор и продолжается достаточно активно. Только в чем? Религия, которая, знаешь, не занимает важную часть в жизни, то есть не является там дорогоуказателем, не является какими-то моральными нормами, принципами, становится просто дополнительным каналом информации. То есть для людей не в напряг два раза в год на Рождество и на Пасху прийти и совершить какой-то маленький обряд. Намного напряжнее это держать Великий пост, намного напряжнее держать среду и пятницу пост каждую неделю, намного напряжнее исполнять все предписания катехизиса. И действительно, еще более напряжнее, но это уже мы заходим далеко, действительно вести морально-христианский образ жизни. Ну, как бы в России особенно с войной это в принципе сложно представить. А потому, почему россиянам это нормально? Потому что с одной стороны тебе говорят, ну вот видишь, вот оно спасение. Да, ты живешь хреново, мягко говоря, и жить лучше ты точно не будешь. Но об этом-то все исследователи теологии говорят о том, что как раз на этом православное христианство, российское православное христианство, точнее, и строится, что чем хуже ты живешь сейчас, тем больше тебе воздастся на небе. То есть, чем тебе сейчас горше, чем у тебя сейчас больше проблем, тем больше у тебя будет почести там наверху, потому что через страдания ты приходишь к лучшей жизни. Не зря же есть чудесная российская пословица, тем хуже жизнь, тем крепче вера. Вот, соответственно, в этом плане российское православие исполняет эту роль чудесно. Она, благодаря двум приходам человека в церковь в год, очень доходчиво объясняет, что у тебя все плохо, но это нормально, это хорошо, ни у кого сейчас нет хорошо, зато потом тебе воздастся. Это раз. А второе, если людям это не напряжно, им не нужно много что-то делать, им там говорят что-то хорошее, что сейчас сложно будет, сложнее, но вам воздастся, и при этом там рассказывают классные вещи, что Россия великая страна, мы всех победим, с нами Бог, и вообще вам не следует ни за что переживать, Путин властелин мира и так далее, ну так это ж отдушина, это отдушина от серых будней, когда ты видишь вокруг бедность, нищету, и вообще ужасное состояние всего, что происходит, образование, инфраструктура, охрана здоровья и так далее, а тут ты приходишь, тебе говорят, так, ребята, это ж хорошо, все же классно, все же работает, поэтому, знаешь, в целом на постсоветском пространстве психотерапия только начинает обретать, ну, определенное постоянство, то есть, в Украине, слава богу, мы видим, что все больше и больше людей как бы понимают, что следить за своим психологическим здоровьем нужно, в России я вообще себе не могу представить, насколько там этот рынок недоразвит, и поэтому можно считать, что опиум для народа это своеобразная коллективная психотерапия для россиян, что да, все вокруг плохо, но после этого будет хорошо, потому что нам так сказал Бог. И последний парадокс, который обращен в будущее и который имеет какие-то исторические основания, потому что у нас есть пример деноцификации нацистской Германии, которая длилась очень долго в течение 30 лет, и только через 30 лет она начала давать какие-то эффекты, когда сменилось поколение. И мы имеем пример такого же в принципе состояния российского общества, только многонационального, но одинаково отравленного, как мне кажется, что в Бурятии, что в Якутии, что в Москве, что в Питере. И парадокс этот заключается в следующем. Для того, чтобы стать теми самыми россиянами, которых снова вернут в цивилизованный мир, им необходимо потерпеть поражение сейчас. Абсолютно верно. То есть им нужно, продолжая историю про теологическую составляющую российской жизни, им надо претерпеть мученичество. В российском православии мученика все-таки нужно признавать Вселенским Собором, а это страстотерпцы. Да, страстотерпцы. Вот. Или юродивы, как наименьшая часть, да. Вот. Не зря же у них параллельно может висеть икона Сталина, как страстотерпца, который там спас родину, и страстотерпной царской семьи. Им нужно вот это претерпеть. Это для них, как и для любого народа, который совершал, в чье имя совершали геноциды военные преступления, давай скажем так, им нужно прийти вот к этому пониманию избавления. Им нужно прийти к этому пониманию, что да, вина может быть коллективной. Что вина, особенно в политике, в истории, она не только за действие, она также за бездействие. То есть сейчас есть очень много аргументов, которые говорят, ну не все же немцы сжигали в концлагерях людей, не все же немцы там, как они говорили, просто исполняли приказ и просто были орудия в режимах. Да, не все. Но что делали те другие? Те другие позволяли, платили налоги, поддерживали армию, не выходили на протесты. Те другие в конце концов проголосовали за Гитлера в 1933 году. Кстати, я очень советую, особенно если какие-то наши российские зрители нас слушают, есть чудесный фильм, он снова вернулся, Эрест Вида-Ада, немецкий фильм 2015 года, в России все еще не запрещен, но абсолютно точно нужен просмотр. Это о том, как Гитлер неожиданно проснулся в Германии в 2015 году. И снова начал политическую карьеру. И есть книга такая же, так же называется, он снова вернулся, и она абсолютно четко показывает и рассказывает, что такое коллективная ответственность. Вот там, в этом фильме, сказана одна хорошая фраза, в его ролике, так предвыборно называем, он говорит, когда его пытаются убить, что, но ты ведь должен понимать, что люди голосовали не за человека, они голосовали за идею. И я есть в каждом из вас. И вы все знаете, что я был прав. И поэтому, если мы говорим про Россию, которая действительно должна претерпеть поражение, и что россияне должны переродиться как народ, они должны понять одну очень классную и важную вещь. Если они хотят убрать Путина, прежде всего, они должны понять, что Путин есть в каждом из них. Он где-то им нравится, они в чем-то с ним согласны. В смертях украинцев, в смертях, как они их называют, в уничтожении Америки, в ядерном апокалипсисе. Но где-то там в каждом россияне сидит этот маленький путь или большой путь, как у кого. Но только с этим пониманием, что они должны очиститься от путинизма как миропонимания, а не от Путина как одного человека, как этого, кстати, хотят Карамурза, Яшин и все остальные. Только после этого Россия сможет измениться. И если мы посмотрим на тех же немцев, да, у них там были свои проблемы с их слишком сильным пацифизмом, да, у них были проблемы с определенным мировосприятием. Но где сейчас Германия, где сейчас Япония, где сейчас Италия? Извините, экономика России чуть-чуть меньше экономики Италии. И где-то примерно наравне с экономикой штата Нью-Йорк. Ну это так просто для сравнения. Поэтому это не только исторические и духовно правильные вещи. Это и экономическая и политическая необходимость. Но, повторюсь, просто чтобы закрепить, россияне должны понять, что коллективная ответственность это не украинская западная выдумка. как пишут российские сейчас оппозиционеры, что ЗСУ, которые придумали миф про коллективную ответственность. Ребята, это не миф. Это историческая справедливость. Вот так делается история. Пока вы это не поймете, никаких изменений не будет. Отлично сказано. Единственное, что добавлю от себя, что для народов Бурятии, Тывы, Якутии, даже, наверное, Дальнего Востока, я уже не говорю о Татарстане, из странах, странах, кавказских республиках, кавказских образований в составе Российской Федерации, путь к очищению может быть намного короче, чем у всех остальных. По одной простой причине, потому что в них Путина по рождению меньше, чем в жителях Москвы, Московской области, Рязани и так далее. То есть хотите отпетлять от настоящей коллективной ответственности, даже несмотря на присутствие Елабуги в вашем анамнезе, вы знаете, что вам нужно делать? Вы знаете, как вам избежать этой полной ответственности? Абсолютно. Абсолютно. То есть свободные народы России должны действительно стать свободными. Они должны понять, что они это не Россия, они это они. Они это Идаль-Урал, они это Татарстан, они это Дальний Восток, они это все сибирские народы, которые были пропащены буквально таки россиянами несколько сот лет назад, а потом уничтожены водкой и диктатурой. То есть они должны понять, что у них есть они сами, им не нужно прикидываться быть русскими, они могут быть с тобой. Спасибо тебе огромное, береги себя и до встречи. Спасибо, взаимно.